привет ребят сегодня у нас на обзоре видеорегистратор компании неолайн 2к качество апертура полтора он очень светочувствительный в темноте снимает супер и в этом видео я его сравню вот с этим видеорегистратором x62 у меня был на него обзор кто смотрел тот наверно тоже офигел так же как и я вот как вот он снимает и вчера буквально я поехал снял тестовые заезды ночью вот на эти два и x83 даже плакат я разглядел что там написано вот на этом ничего не было видно хотя мне он показался намного лучше снимать видео чем x74 я думаю у многих есть x72 x74 видеорегистратор и многие им довольны я самым был доволен пока не стал пользоваться x62 но когда я проехал ночью и посмотрел сравнение вот этих двух мне просто результат этот поразил экран у него сенсорный сейчас расскажу покажу меню и одна есть одна кнопка вот здесь остановить запись выключить устройство и еще есть одна фишка о которой вам никто не скажет здесь есть блокировка файла в защищенную папку но этот файл блокируется время у него всегда разное и в общем смотрите обзор и узнаете в чем фишка как же оказался данный видеорегистратор у меня на обзоре я зашел на сайт компании online посмотрел самый лучший видеорегистратор смотрю все это сильно посмотрел пример видео мне очень зашло я такой загорелся желанием сделать его обзор написал поддержку компании online попросил чтобы мне выслали его на обзор они говорят вышли только ссылочку описание ставьте проблем нет ну сделайте качественно правдивый обзор я всегда это делаю и сегодня вас ждет обзор вот этого видеорегистратора он достаточно легко снимается с кронштейна у него питание проходной на кронштейне и сюда вот через вот эти вот салазки подоставляете проход питания он включается очень быстро в начале видео обзора предлагаю посмотреть что входит в комплектацию данного видеорегистратора инструкция для видеорегистратора выглядит дорого богато цветные картинки достаточно крупный шрифт и все понятно расписано как пользоваться видеорегистратор отлично упакован когда я его взял руку я удивился насколько он маленький его достаточно большом дисплее объектив видеорегистратор позволяет снимать видео с углом обзора 150 градусов разрешение 2к 30 кадров в секунду максимальный объем флешки 128 гигабайт снизу расположен микрофон для записи звука что происходит салоне сверху есть одна механическая кнопка при коротком нажатии вы останавливаете запись и также ее запускаете снова очень удобно под логотипом не онлайн имеется динамик при просмотре видео самого видеорегистратора вы можете послушать звук записанный им объектив имеет светосилу полтора который дает достаточно хорошую картинку в темное время суток крепление для видеорегистратор имеет проходное питание то есть 5 вольт подключается через разъем Remove things in самое крепление далее при подключении видеорегистратора крепление подается питание на видеорегистратор и у вас нет необходимости каждый раз вытыкает видео регистратора питание для того как влаги стоит адаптер питания для видеорегистратора имеет выходной разъем USB. К этому разъему вы можете подключить любой гаджет, в том числе и телефон, и зарядить его. Данный видеорегистратор можно использовать с бортовым напряжением как 12 вольт, так и 24 вольта. В комплекте также идёт шнурок для подключения видеорегистратора к компьютеру. Если у вас нет карт лидера, либо по другой причине вам проще взять видеорегистратор с собой домой, просто подключаете к компьютеру и также можно скачать файл из него. А сейчас мы с вами оценим качество записи видеорегистратора X83 и сравним его с видеорегистратором X62. Я еду в автомобиль с двумя видеорегистраторами. Сначала сделаем стоп-кадр на X83, вы сейчас видите, здесь можно различить номер, а потом сделаем стоп-кадр на видеорегистратор X62, здесь номера не видно и можно сравнить. Вы сами видите, что детализация на X83 лучше. В данном видеорегистраторе X83 есть ещё функция сфотографировать. И вот я такой подумал, а вот когда я нажимаю сфотографировать, качество фотографии будет лучше, чем кадр из видео или нет? Давайте проверим. Я вот сейчас стою здесь на месте и нажму кнопку сфотографировать и посмотрим. Для того, чтобы сделать фото, необходимо нажать на экран. У нас появляется вот такое вот меню и нажать на кнопку фото. Изображение сфотографируем. Давайте сейчас я приближу вот эту надпись, торговую площадь, посмотрим, что там получилось. И то же самое посмотрим, что у нас получится, если не фотографировать, а просто с видеозаписи приблизить эту же надпись. Разницы никакой нет, пользуйтесь на своё усмотрение. Давайте сейчас сравним качество звука, как он записывает по сравнению с X62. Я в обзоре на X62 ругал его то, что здесь качество звука довольно низкое. И посмотрим, насколько быстро включится запись того и того при подаче питания. Сейчас вам предлагаю послушать, как записываю два видеорегистратора звук. Я их завёл. Заодно посмотрите, какой как прогружать, насколько быстро. Я вам хочу сказать, что X83 прогружается быстрее, секунду на 3 примерно. И вот сейчас, вот сейчас вы слышите звук с X83. Вот так вот меня слышно звук с X83. Вот это я постучал, это X62. Вот так вот слышно, как записывает звук на X62. Раз, два, три, шести, четыре, это и звук X62. Сейчас вы слышите звук с X62. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Разговаривал абсолютно с одинаково. И громкостью один, два, три, четыре, пять. И на другом один, два, три, четыре, пять. Вот я об этом всегда и говорю, Леха. Прежде чем ругаться на кого-либо, посмотри, как делаешь ты. Видеорегистратор X83, в отличие от 62, может поворачиваться влево и вправо примерно на угол 45 градусов. Чтобы сделать экстренную запись, необходимо нажать, тапнуть по экрану и нажать вот на эти вот три полоски, три чёточки. У нас появляется вот здесь восклицательный знак жёлтый и сейчас шкала прогресса идёт. Алгоритм работы следующий. Регистратор берёт текущий ролик и добавляет к нему 20 секунд при экстренной записи. Поэтому длина ролика каждый раз разная. В какой момент нажмёшь, так и получится. Из этого я вам рекомендую всё-таки ставить время побольше, там, две минуты, три, пять. Давайте быстренько пробежимся по настройкам. Смотрите, сейчас у меня дисплей выключен, идёт запись. Я специально так сделал, чтобы он у меня лишний раз не светился, лишний раз не грелся, особенно когда жара. Я сейчас тапаю по экрану, поставлю на паузу, зайду в меню и выключу эту функцию, потому что, чтобы у меня во время обзора экран не потухал. Вот эта функция «Выключить». Здесь есть сверху кнопка «Назад», меню «Настройки видеорегистратора». Первый пункт у нас. Выбираем качество, с которым будем снимать видео. Но я считаю, что если вы купили 2К, то необходимо ставить 1520 кадров в секунду. Вот его и ставим. Дальше. Здесь необходимо выбрать видеокодек. Я ставлю видеокодек H.264, потому что у меня программа Sony Vegas кодек 265 не принимает. Но вы можете ставить 265, вам же не надо видос-рендерить. Просто в 265 кодек он у вас будет меньше тратить места на флешки, у вас больше видео войдет на карту памяти. Идем дальше. Циклическая запись. Рекомендую ставить 5 минут. Запись звука включена. Датчик удар я выключил, чтобы при всяких кодеках у нас папка не заполнялась разными файлами. ВДР у меня всегда включена. Пускай будет экспозиция по нулям. Госномер можно вбить при желании, если хотите. Дальше. Режим парковки. Можно использовать, если приобрести дополнительный адаптер. Поворот изображения. При включенной этой функции изображение будет перевернутое. По поводу интервальной съемки. Если вы здесь выберете 5 кадров в секунду, снимать либо 1 кадр в секунду, это будет видео, которое просто убыстренное. Там не будет звука. И я рекомендую ставить выключить. Дальше. Есть штамп. Самое последнее. Вы выбираете, что вы хотите, чтобы у вас на видеозаписи отображалось, когда был снятый ГОС номер. Идем дальше. Точнее назад. И заходим в папку настройки. Папка настройки. И можно в папке настройки. Иногда не срабатывает дисплей. Иногда. Но не всегда. Так-то, в принципе, нормально. Здесь очень много языков. И английский, и польский, и русский, и немецкий, и французский. Назад. Дальше. Можно отформатировать карту памяти. Там, где дата-время, обязательно поставьте сегодняшнюю дату и время. Так как в этом устройстве нету GPS, и он автоматически у вас не выставит дату и время. Пункт автоисключения дисплея. У вас будет потухать дисплей через то время, которое вы здесь выберете. Автоисключение. Выбираю 10 секунд. Но для обзора дальше я поставлю выключить, чтобы у меня экран лично разнятух. Дальше. Звук включения-выключение устройства. То есть, когда устройство включается, он у вас будет пиликать. Если выключить, то никакого лишнего звука не будет в машине. То есть, у меня он стоит выключено. Дальше есть звук кнопок. Вот я его сейчас включу, и вы будете видеть, когда вы касаетесь экрана, он у нас пикает. Автоотключение. Здесь выбирайте время. И если у вас видеорегистратор будет стоять на паузе, то через одну минуту, допустим, у нас выключится. Я эту функцию выключаю. Дальше можно произвести сброс настроек. И здесь прошивка, на которой у меня сейчас идет обзор. Меню обзора закончил. И осталась у нас одна папка с файлами. Есть папка фото, которую мы вот сейчас сделали. Есть папка видео. В папке видео мы здесь можем посмотреть, включить запись. Прямо на видеорегистраторе. И мы это видео смотрим со звуком. Здесь есть кнопочка назад. Она такая, кнопочка назад. Ее плохо видно. Мы нажимаем кнопочку назад. И вот этот файл, допустим, мы можем заблокировать. Нажимаем кнопку блокировки. И вот заблокировать файл. Все, он у нас заблокировался. И он, по идее, должен переместиться уже вот в эту папку, которая с заблокированными файлами. На дисплей видеорегистратора мы здесь видим время записи. Стоит значок 5, цикл записи. Потом G-сенсор выключен, микрофон включен. Экспозиция по нуля. Снизу мы видим текущую дату времени, с которой он будет записан. И качество записи видео. Это 2К, 30 кадров в секунду. Хочу заметить, и вы, наверное, заметили на видео, что данный видеорегистратор пишет очень насыщенную картинку. То есть днем, если трава зеленая, он показывает очень насыщенный зеленый цвет, красный. Ну вот прям кому-то нравится, но в принципе это я не буду считать недостатком. Ну вот так вот записывает. Главное, что ночью классно пишет запись, и днем картинка красивая. А сейчас я вам покажу на видео, где я эту насыщенность программно в своей программе монтажа уберу. Вот посмотрите, слева это оригинальная запись, а справа это уже я убрал насыщенность. То есть всегда насыщенность можно убрать, уменьшить. И будет вам картинка та, которая надо, если вы вдруг хотите где-то в кино использовать данное видео. Я очень долго не мог привыкнуть, потому что когда нажимаю на экран, хочу зайти в меню, и в это время у меня начинает сохраняться эта видеозапись экстренная, в отдельную папку. Хотелось бы, конечно, чтобы компания не онлайн сделала по-другому. То есть смотрите, когда у меня идет запись, и я нажимаю на эту кнопку, то вот в этом месте, вместо вот этих трех полосок и точек, здесь должен желтый треугольник с восклицательным знаком. То есть я нажимаю, и я вижу треугольник, и я понимаю, что если я сейчас нажму, то у меня сохранится экстренная запись. И мне для этого необходимо нажать сначала на кнопку «Становить запись», и у меня потом должны появляться вот эти вот полоски с точками. И тогда я спокойно захожу в меню и меньше нервируюсь, так скажем. В основном, смотрите, сенсор приятный, он не резистивный, он вимкосной, очень хорошо чувствуется. Сейчас в видеорегистраторе нету карты памяти. Заведем автомобиль, посмотрим, что будет. Предупредит ли у нас, что нет записи? GPS подключен. Начал пищать. Говорит, что что-то не в порядке. Вот смотрите, я еду, он у меня находится за стеклом. Я даже не могу знать, работает он, не работает. А так, звук есть, значит, записи нет. Единственный недостаток, могу показать, сказать то, что у него нет вот здесь вот снизу светодиодика синенького. Он почему-то вот сделан наверху, вот в этой части. И во время движения я его не вижу. Физический видеорегистратор выше я не могу поставить. А если бы светодиод был бы вот здесь внизу, я бы видел бы, идет запись или нет. И вот так вот он будет у нас пищать, если не производится запись. Такое ощущение, что пищать он будет до бесконечности. Уже пошла вторая минута, он пищит и не останавливается. Чтобы выключить этот писк, не снимая видеорегистратора, на нем есть сверху кнопка остановки записи, механическая. Я ее нажимаю, держу. И у нас видеорегистратор выключается. При следующем включении, естественно, он начнет опять пищать о том, что не идет запись. Завел автомобиль. Так что каждый раз вы будете знать, что запись не идет. Время писка будет бесконечно, если в меню настройках стоит не выключать устройство, когда не идет запись. Если вы поставите, допустим, выключить устройство через одну минуту, если не идет запись, то этот же параметр повлияет на то, чтобы устройство выключилось, когда у вас проблемы с картой памяти. Чтобы это оповещение работало, обязательно обновите видеорегистратор, когда вы его купите. То есть с коробки это не работает. По поводу функции ВДР. Это единственный регистратор, у которого я увидел, что работает ВДР. Что такое ВДР? Он автоматически высветляет очень темные участки, и светлые участки он, наоборот, притемняет. То есть выравнивает картинку. К примеру, сейчас вы видите кадр видео, и не видно, из чего сделан дом. Но если включить функцию ВДР, начинает проглядываться, что дом сделан из кирпича. По поводу номеров автомобильных. Когда включено ВДР, то номер здесь тоже старается быть более равномерно подсвеченный. Но при условии, это вот то, что вы сейчас видите кадр, это когда я стоял на месте. Когда автомобиль едет, то номера тут тоже все равно не разглядеть, потому что во время движения автомобиля, в темное время суток, у нас время затвора увеличивается, и получаются смазанные движения. А сейчас я вам предлагаю посмотреть два видеофайла. Слева ВДР выключено, а справа на видео включен ВДР. И обратите внимание, как он пытается все-таки улучшать картинку, когда машина едет в движение. Когда мы лазили в меню видеорегистратора, там был режим парковки. Режим парковки, к сожалению, я не смог проверить, потому что у меня не было дополнительного асексуара, чтобы подключить его. А вот датчик движения я проверил. И вот на текущей прошивке, которая сейчас на середину июня 2022 года, функция датчика движения работает очень плохо. То есть я останавливаюсь на перекрестке, проходит человек через пешеходный переход, где-то там вдалеке едет машина, у меня останавливается запись. А если в это время поедет автомобиль на встречу и врежется в меня или еще какая-то ситуация, компания Nealign знает об этом баге, и, скорее всего, в следующем программном обеспечении они исправят этот баг. Останавливаемся на светофоре. И запись у нас остановилась, а люди проходят сейчас, вы видите. А если в это время машина к нам на встречу поедет, врежется в нас? Мы же все-таки на дороге стоим, не на парковке. Запись включилась не сразу, как я заметил. За два месяца использования данного видеорегистратора я не заметил никаких багов. Все файлы записываются без потери данных, то есть следующий файл начинается со следующего кадра, то есть нет никаких промежутков 1-2-3 секунды, здесь все четко, ровно. Я постоянно притаскиваю его домой, вставляю, скидываю файл и просматриваю. Единственная такая существенная придирка, чтобы вставить карту памяти, необходимо хорошо туда нажать. Если нет ногтя, то это будет проблематично. Я все время ездил с карта памяти 128 гигабайт, Samsung, Evo Plus. Далее, здесь нет полярика, то есть блики от торпеды у вас будут, если какие-то светлые предметы будут лежать. Если будет здесь полярик, то получается светочувствительность уменьшится, и он уже не так будет хорошо записывать видео в ночное время съемки. Ну и последний недочет, для кого-то он может быть важным, здесь нет Wi-Fi, то есть нельзя с помощью приложения на телефоне скачать файл и поделиться с кем-то. На самом деле данная функция, она не такая часто востребована, вам не надо там каждый день через день этим заниматься, вы уже сами решайте, для чего вам видеорегистратор, когда он просто стоит и записывает на всякий случай, либо вы постоянно каждую поездку где-то вам надо скачать файл и поделиться. Это уже ваши потребности, покупайте видеорегистратор под свои потребности. Цена данного видеорегистратора очень хорошая, с теми характеристиками, которые он выдает. Для меня эти недочеты не являются существенными недостатками, которые бы повлияли на покупку данного видеорегистратора. Итак, могу ли я вам рекомендовать видеорегистратор X173? Однозначно да, отличный видеорегистратор, он даже заводится и работает в очень жаркую погоду, здесь бывает в салоне температура плюс 50 градусов, включаю и нормально включается, работает, записывает видео, то есть не глючит. Понятное дело, вот представьте, он 50 градусов, еще подается питание, он еще плюс нагревается, при этом работает, то есть в жаркую погоду он у вас не сдохнет. По крайней мере, вы его покупаете в официальном магазине, на него есть официальная гарантия, если что, сдадите. Внутри у него нет аккумулятора, не бойтесь, не взорвется, там стоит суперконденсатор, и он нужен для того, чтобы завершить правильное видео, которое уже начато. Или начато запись, ну, в общем, вы поняли. Давайте сделаем вывод между вот этими двумя видеорегистраторами. Если вы таксист, то я бы вам порекомендовал купить X62. Один видеорегистратор, он снимает сразу, что происходит спереди, и что происходит в салоне. Цена у них примерно одинаковая. А вот если вам не надо снимать салон, то однозначно покупайте видеорегистратор X83. У него отличное качество записи видео ночью, ну, днем, соответственно, тоже. Ребята, на этом у меня все. Рекомендую вам X83. Это то, что я искал на протяжении последних, наверное, пяти лет. Если у вас есть что-то лучшее, или кто-то мне может предложить на обзор, я могу сравнить вот с этим X83. Присылайте, пишите. Обязательно сравним. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Вы колокольчик ставьте там вот в YouTube. Вам будут приходить уведомления с моего канала, прямо вот как в WhatsApp, что у Алексея вышло новое видео в YouTube на канале. И вы будете смотреть. Все. Пока. Напоследок, для тех, кто досмотрел это видео до конца, в руках у меня гидрогель-пленка для телефона. Для чего она нужна? Для того, чтобы впоследствии легко было отклеить видеорегистратор, я гидрогель-пленку наклеил на стекло. И к ней уже на двухсторонний скотч вот это вот крепление. Видеорегистратор был приклеен через гидрогелевую пленку. Я его сейчас отодрал. И сейчас запросто могу в другое место переклеить. У нас тремовский скотч. Он такое же липкое свойство имеет. Я просто сейчас хочу переклеить его по середине салона. Вот сюда напротив зеркала поставлю. Потому что как-то он в стороне на тестах стоял у меня. Сейчас я хочу на поставленку вот сюда поставить, чтобы мне снимал по середину капота. Но сейчас мы остановимся на светофоре. И я вам приближу плакат слева. Вы можете оценить качество ночной съемки, когда машина у нас стоит. Обратите внимание, сейчас я не делаю стоп-кадр. Я просто приблизил видео вот этого плаката. Сейчас идет реальное видео. И вы видите настоящую картинку в реальном времени. Кстати, с этой камеры ко мне пришел штраф. Я думал, что это муляж. Оказывается, она то работает, то нет. И все мои знакомые говорят, что это муляж. Обратите внимание, сейчас я буду проезжать этот грузовик. И через какое-то время справа будет вот эта арена стоять. И она очень хорошо фиксирует скорость автомобиля, несмотря на то, что поток достаточно плотный идет. Вот она справа была. Радар-детектор это, конечно, не панацея от штрафов. Но если у вас есть желание приобрести какой-либо радар-детектор, посмотрите видео на моем канале.